Девушки отдыхают Улыбку артиста давно называют фирменной, и, судя по всему, устоять перед ней сложно как коллегам, так и поклонницам. Об интрижках Игоря Верника ходят легенды, однако в последнее время он наслаждается обществом Натальи Шнейдеровой. Игорь Верник делился фотографиями с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой и Клаудией Шифер, поэтому можно было подумать, что известные топ-модели попали под очарование артиста. Список возлюбленных актера увеличивался с каждым годом, причем девушек он выбирал преимущественно молодых. 11 октября телеведущему исполнился 61 год. Он по-прежнему хорош собой, обаятелен и интересен противоположному полу. Почему же после второго развода Игорь Емельевич оставался холостым более 10 лет? Сегодня в ролике расскажем о его любовных драмах, семье и карьере. Игорь и его брат-близнец, Вадим, появились на свет в Москве в семье режиссера Всесоюзного радио Эмили Григорьевича Верника и педагога музыкальной школы Анны Павловны. От матери Игорь Верник унаследовал хороший слух, а от папы – артистичность. Юноша отлично пел и играл на фортепиано, однако больше всего его интересовал театр. Окончив школу, Верник подал документы в Щепку, ГИТИС и школу-студию МХАТ. Абитуриента были готовы принять все три вуза, однако Игорь остановил выбор на МХАТе. Актерское мастерство давалось ему легко, а дипломный спектакль и вовсе прошел на ура и обеспечил заветное место в театре имени Чехова. Вот только крупных ролей в театре пришлось ждать несколько лет. Наконец, Верника и Бориса Щербакова назначили репетировать крупную роль в спектакле Вячеслава Долгачева в два состава. «Я так радовался, был так возбужден!» – вспоминал Игорь Эмилевич. Прошло недели три, и вот как то режиссер остановил репетицию, стоп, стоп. «Верник, я вот что вам хочу сказать. Во-первых, я снимаю вас с роли, во-вторых, вы никогда запомните, никогда не будете играть больших и тем более главных ролей. Можно было бы впасть в депрессию и бросить профессию, но Верник не опустил руки». Выпускник школы-студии МХАТ упорно стоял в очереди в бюро пропусков Мосфильма, ходил по киностудии, заглядывал из коридора в каждую дверь и спрашивал, не нужен ли кому-то актёр. В 99% случаев парню отказывали, однако он продолжал двигаться дальше, надеясь на заветное «Да». Артист засветился в эпизодах картин «Ягуар», «Горячев» и другие «Раскол», однако многие зрители узнали его не по сериалам, а по клипам Джоанны Стингрой и Алены Свиридовой. Игорь быстро влился в творческую тусовку, собиравшуюся в квартире у метропарк «Культура», и однажды там появился Юрий Карра, предложивший Вернику сыграть Иуду в своём фильме «Мастер» и «Маргарита». Богема определила и судьбу Вадима Верника, Дмитрий Дибров позвал выпускника ГИТИСа вести программу о кино «Мотор». В 90-е годы Игорь вёл рек-тайм, проще простого и ночную жизнь городов мира, а в нулевые стал постоянным членом жюри КВН. Вместе с Вадимом, актёр, блистал в программах «Два», «Верник-два» и радиопередаче «Театральная среда братьев Верников». «Хочу к Меладзе и слава богу, ты пришёл!» Окончательно закрепили за артистом репутацию шоумена. Много времени звезде пришлось потратить на то, чтобы изменить восприятие людей, ведь в первую очередь он был актёром. В какой-то момент шоумен даже отказался от работы ведущим, оставив за собой лишь проект «Два», «Верник-два». Предложение режиссёров сыграть диктора Игорь Емилевич тоже отвергал, пока услышал о задумке Карена Аганисяна. Игра на выживание – другое дело. Карена Аганисян предложил историю, которая только начинается с приключенческого шоу, а через несколько мгновений всё меняется, и герои оказываются в каких-то диких, неуправляемых, на грани жизни и смерти обстоятельствах. И мой персонаж, который приехал на шоу, как на очередную понятную и знакомую ему во всём работу, попадает в страшную воронку, делился Верник. Нынешний период актёрской карьеры Игоря Емилевича называют «золотым». За последние несколько лет он засветился в рейтинговых проектах «Кухня», «Жуки» и «Псих». Прекрасно шли дела и в театре, где артист получал главные роли, вопреки пророчествам невзлюбившего его в юности режиссёра. Подмечать положительные моменты и не обращать внимания на негатив – единственный путь для актёра, желающего добиться высот. Оптимизмом Игорь Емилевич заразился от отца, Эмиль Григорьевич сталкивался с бедностью и нуждой, прошёл войну, но всё равно был влюблён в жизнь и тянулся к людям. Мама умерла в 2009 году, и Игорь Емилевич забрал отца к себе. Его родители прожили вместе 51 год. В 2021 году семью настиг новый удар, главный режиссёр литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмиль Верник умер 10 апреля от остановки сердца. Сломленный горем сын отметил, что папа до последнего вёл активный образ жизни и буквально за 10 дней до кончины ещё ездил на автомобиле. Перед глазами Верника стоял пример родителей, так что он с юности мечтал создать такую же крепкую семью. Почему же, несмотря на это стремление, у артиста сложилась репутация Дон Жуана? Впервые он женился в 22 года на выпускнице Иньиза Маргарите. У избранницы подрастал ребёнок от предыдущих отношений, но это не имело для Игоря значения. При этом об общих детях актёр не задумывался, так как был слишком увлечён карьерой. Супруге приходилось мириться с ограничениями и идти на жертвы. Рита сделала несколько абортов. «Я её просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребёнок», – признался артист в эфире программы «Судьба человека» канала «Россия-1». Отношения с Маргаритой распались через 6 лет, и на какое-то время Верник остался наедине с собой. Только в конце 90-х случайное знакомство с девушкой Марией в магазине изменило положение. При первой встрече артист поймал себя на мысли, что хотел бы такую жену. Столкнувшись со своим идеалом во второй раз, звезда позвал Машу с подружками в кафе. Дальше события развивались быстро – обмен телефонами, свидания, совместная жизнь. Игорь Емельевич был счастлив, когда узнал, что возлюбленная ждёт ребёнка. Расписаться паре удалось только после рождения сына Гриши, Верник был слишком занят на работе. Загруженный график, впоследствии, и стал главным фактором, разлучившим супругов. Ещё до второго развода актёру то и дело приписывали романы со знаменитостями. В 2007 году поводом для слухов стали съёмки с Анной Семенович в сериале «Вся такая внезапная». Затем артиста заметили на вечеринке в компании Кэти Тапурии, ну а потом эстафету приняла модель Дарья Астафьева. В 48 лет Верник влюбился в 23-летнюю модель Дарью Старову. Намерения были серьёзными, в 2012 году актёр даже сделал избраннице предложение, однако свадьбу сперва перенесли, а потом и вовсе отменили. В 2014 году Игорь Емилевич вновь нашёл молодую подругу, закрутил роман с 22-летней мисс Максим 2013 Дарьей Розовой. Долго отношения не продлились, и вскоре окружающие уже обсуждали союз ведущего с актрисой Евгенией Храповицкой. Вместе влюблённые появились на кинотавре и не скрывали нежных чувств друг к другу. Поговаривали, что именно из-за симпатии к Вернику Храповицкая развелась с Артёмом Ткаченко. Евгений и Игорь познакомили сыновей и поселились вместе в загородном доме, однако через несколько месяцев они расстались. В разное время Вернику также приписывали романы с Татьяной Друбич, вдовой Влада Листьева, Альбиной Назимовой, Аглайей Тарасовой. Похоже, свой эталон идеальной жены Верник встретил в 2022 году, ведь тогда тайно женился на продюсере Наталье Шнейдеровой. Избранница на 16 лет младше успела побывать замужем за архитектором Александром Цемайло и родить ему двоих детей, а кроме того, выпустить в прокат ряд рейтинговых сериалов, таких, как «Бедная Настя» и «Моя прекрасная няня». Поклонники уверены, с такой деятельной спутницей артист точно не заскучает.